Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы вам немножко помочь в решении такой непростой задачи, как декорация забора, который очень часто является не очень приятным фактором в нашей загородной жизни, когда он не всегда бывает декоративен, не всегда за ним находятся приятные нам соседи. Во-первых, нам следует определиться с тем, какой забор мы пытаемся декорировать, поскольку подходы к декорации различных типов забора, они, конечно, отличаются. Если мы пытаемся создать приватную зону забора, который у нас состоит из сетки, либо деревянный забор, не сплошной, который имеет просветы, и мы хотим их закрыть и при этом получить красивый приятный вид, то это будет один подход. Если мы декорируем забор из сплошного материала, такого, например, как сейчас очень популярный профнастил, то, естественно, тут будет совсем другой подход. Этот материал дает большое количество теней, растения не могут к нему самостоятельно крепиться, то есть мы, если используем вьющиеся растения для декорации таких заборов, то нам нужно использовать какие-то дополнительные опоры, крепежи. Тут важно подобрать растения, которые будут в состоянии расти в этих условиях. Ну, конечно, я как любительница большого количества воздуха и простора, я люблю, чтобы мой участок проветривался, но в то же время я не хочу, чтобы он как-то был доступен взгляду посторонних. Я использую евросетку. С таким же успехом вы можете декорировать и сетку-рабицу, которая была популярна несколько лет назад. Какие растения подойдут для этой цели? Естественно, вы можете использовать какие-то многолетние лианы. Мы про них рассказывали в наших выпусках ранее. Это могут быть такие растения, как жимолость каприфоль, жимолость брауна. Это могут быть различные виды клематисов, княжики, птинидия, лимонник. Но, естественно, вы должны понимать, что посадка таких растений и достижение ими максимальной декоративности, она не происходит за один год, к сожалению. Для декорации вот таких заборов, конечно, если у нас стоит задача максимально быстро получить результат, используются растения однолетние и быстрорастущие. Но моим фаворитом в этом являются различные виды фасоли вьющейся. Это может быть, как обычная вьющаяся фасоль. При этом вы можете получать богатые урожаи бобов. Вы можете высаживать как зерновую фасоль, которая используется для получения именно зерна. Вы можете высаживать различные сорта спаржевой фасоли, которые используются для получения недозрелых лопаток. Из моих фаворитов при выращивании различных видов фасоли, вот я люблю два сорта, которые, кроме того, что они создают хорошую густую зелень, они также дают очень декоративные плоды. Это блаухильда или голубая или синяя хильда. Это немецкий сорт фасоли вьющейся спаржевой с такими фиолетово-пурпурными бобами. Они в незрелом состоянии именно имеют такую окраску. И также мне очень нравится сорт золотая гора, который имеет золотисто-желтые бобы. Эти растения украшают вашу сетку в момент плодоношения. Если у вас душа лежит в более декоративную какую-то такую сторону, вы можете использовать различные длинноплетистые сорта фасоли огненно-красной, которая еще имеет название турецкие бобы или английская фасоль она иногда называется. Это растение очень теплолюбивое в момент прорастания, но она более холодостойкая, чем обыкновенная фасоль. Растение это отличается красиво окрашенными цветами. Видовая огненно-красная фасоль имеет оранжево-красные цветы. Есть сорта с белыми цветами. Есть очень красивый сорт сансет с такими абрикосово-розовыми либо лососевыми цветками в зависимости от того, насколько хорошо освещен участок. Есть пестро-окрашенные двуцветные сорта. Пейнтед леди, варейгатумы могут быть названия. Кроме того, можно использовать как незрелые лопатки фасоли огненно-красной для пищи. Можно использовать ее бобы. Они, кстати, не бобы, а зерна сами фасоли. Семена, они очень быстро достаточно варятся, особенно если они собраны недозрелыми. И они имеют приятный нежный вкус. Если же вам хочется совсем чего-то непрактичного, но очень красивого и романтичного, мой выбор в этом случае – душистый горошек либо ипомея. Видов ипомеи существует довольно много. Душистый горошек, наверняка, многие из вас сталкивались с этой культурой. Он очень хорошо удается во влажных, прохладное лето, но в жаркое, сухое лето он, к сожалению, не дает большого количества зелени. А ипомея, вот она как раз для мест, где лето жаркое и сухое. Ну, наиболее часто выращивается ипомея пурпурная. И, как правило, ее сорта имеют окраски от малиновой до фиолетовой, иногда белые, голубые бывают окраски. Растение это очень быстро растет и хорошо закрывает с собой сетку. Из более таких экзотичных видов ипомеи можно использовать ипомею нил. Но это растение желательно, конечно, высаживать рассадой в условиях Беларуси, либо не черноземной полосы России, поскольку это растение требует большого количества тепла для своего роста. И зацветает она, как правило, несмотря на то, что она достаточно быстро наращивает зелень, оно зацветает уже обычно только в концу лета. Где-то с середины августа она зацветает. Если ранние заморозки у вас отмечаются, то, конечно, красоты вы не увидите. Но ипомея нил имеет очень большие, очень крупные цветы, бело-голубой такой интересной, красивой окраски. Что еще можно использовать? На самом деле ассортимент растений достаточно большой. И вам в выборе таких растений поможет наш интернет-магазин. Сейчас бы мне немножко хотелось обратиться к теме глухих заборов. Вот с глухими заборами ситуация, конечно, всегда более печальная. Поскольку чаще всего такие заборы устанавливаются со стороны, где у нас и так существует недостаток света, выращивать в таких местах мы можем, как правило, только теневыносливые растения, которые будут чувствовать себя неплохо. И вообще-то, конечно, для этой цели лучше использовать не какие-то невьющиеся, не крепящиеся растения. Хотя, в принципе, в последние годы в условиях Беларуси плющ обыкновенный европейский стал себя нормально чувствовать. Он не так сильно обмерзает зимой. Но все равно при выращивании на простом настиле он может обмерзнуть. И весной ваш забор будет иметь, конечно, неприглядный вид. Поэтому я бы, конечно, предпочла использовать какие-то различные быстрорастущие кустарники, которые имеют достаточную высоту. Но прежде всего к таким кустарникам можно отнести различные виды дерна. Если не использовать пестролистные формы, то дерен белый, он хорошо переносит затенение. Это могут быть различные виды пузыреплодников, но тоже нежелательно использовать пестролистные формы. Что еще можно использовать? Вы можете посадить в таких местах высокие быстрорастущие многолетники. Но популярный у наших бабушек и даже прабабушек золотой шар или рубеки рассеченно-листные. Ее махровая форма. Это тоже растение, которое неплохо себя чувствует в затенении и достаточно быстро растет, достигая высоты от полутора до двух метров. То есть, в принципе, мы можем, высадив весною пару деленок такого многолетника, получить очень красивую картинку уже к середине лета. И это растение неплохо себя чувствует в затенении. Если ваш забор из профнастила имеет ориентацию, развернутую к востоку, либо ваша сторона именно восточная, либо западная, то вы можете использовать растение, которое требует чуть больше света. И к таким растениям относится одно из моих любимейших растений. Это мискантус гигантский. Очень красивое растение, высокий, мощный злак. В наших условиях он практически никогда не успевает образовать цветоносные колоски, но сам по себе он может достигать высоты трех метров. И вот эти шуршащие красивые листья его, он имеет всегда очень красивый, здоровый вид. То есть, вот это растение, оно действительно очень хорошо подходит для таких целей. Растет достаточно быстро. Единственный момент, мискантус гигантский, желательно пересаживать в весеннее время, и когда вы уже видите молодые ростки. То есть, у него очень часто бывает, что вы поделили куст, но если вы не увидите ростков, то некоторые деленки, эти ростки так и не успевают проснуться. То есть, желательно дождаться ростков. Из таких вот более быстрорастущих растений можно использовать такие летники, как космея. Это растение образует пышный легкий куст и достаточно красиво цветет при получении достаточно умеренного количества света. Также космея будет хорошо себя чувствовать и на освещенной стороне забора. То есть, если это у вас юго-западная сторона, южная сторона, здесь, как правило, растение получает достаточно света. И здесь мы руководствуемся только нашими починными условиями и тем, насколько быстро это растение растет. и достигает ли оно той высоты, которая нам необходима. Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.